Дэвид Вилкерсон. Мишень для зависти сатаны. Если вы христианин, ищущий Бога всем сердцем, то вы являетесь мишенью для сатаны. Это послание для верующих, которые проходят сейчас период тяжёлых испытаний. Моё слово обращено к тем, которые переносят сейчас глубокие страдания и уже находятся на пределе своих душевных, физических и духовных сил. Наше время — это время больших стрессов, когда трудные времена могут наступить для нас внезапно, и мы окажемся опустошёнными, усталыми и растерянными. Я благодарю Бога за каждого христианина, который в настоящий момент переживает хорошие времена в своей жизни, обстоятельства которой не доставляют ему особого стресса и который не проходит сейчас через тяжкие испытания или сильную боль. Я благодарен Господу за то, что Он даёт такие счастливые периоды в жизни своих детей. Однако, мы знаем из Писания, что бури и великие испытания постигают всех, кто на самом деле отдал всё в руки Христа. Много скорбей у праведного. Псалом 33, стих 20. Более того, если вы жаждете Господа, если вы твёрдо решили искать Его всем своим сердцем, настроив свой разум и душу на послушание Его Слову, тогда вы постоянно будете мишенью для зависти сатаны. Веками великие христиане пытались выяснить причины того, почему страдают благочестивые. Моя личная библиотека забита такими книгами, однако чёткого ответа, похоже, до сих пор найти не удаётся. Всегда, когда меня постигает глубокая скорбь, я нахожу очень трудным применить хотя бы одну из тех истин, которые я знаю к своему разрывающемуся сердцу. Вместо этого я начинаю молиться так, «Господи, только Твоё Слово может поддержать меня». У многих, кто проходит через долгие испытания, вопросы к Богу вновь и вновь обращаются к следующему. «Господи, может, я чем-то огорчил Тебя? Может быть, в моей жизни есть что-то, что не даёт Тебе услышать мой вопль? Я всегда был верен Твоему Слову. Так откуда эти бесконечные испытания?» Библия говорит, что Ты не даёшь мне страдать больше, чем я смогу вынести. Тогда почему же я сейчас на грани моих сил? Я убеждён, самые тяжкие из всех духовных битв происходят в разуме верующего. Многие христиане переживают огромные душевные расстройства, борясь изо всех сил с навязчивыми, нехристианскими, ужасающими мыслями. Они не в состоянии избавиться от депрессивных воспоминаний о прошлых неудачах. Это заканчивается тем, что они начинают чувствовать себя недостойными Христово общения или Божьих благословений. У меня нет объяснений для всех причин, заставляющих верующих так много страдать. Но одно я знаю точно. Как только вы расположите своё сердце, чтобы искать Господа, твёрдо решив держаться Его обетований, вы тут же становитесь мишенью для таксатаны. В жизни каждого верующего наступает такой момент, когда он становится перед выбором. Или дальше оставаться тёплым в своей вере, или перейти рубеж и последовать за Иисусом, отдавшись Ему всем своим сердцем. Всегда, когда мы выбираем полностью положиться на Христа, мы этим своим выбором колеблем глубины ада, и сатана посылает легионы своих бесов, чтобы излить свою ярость в нашу жизнь. Опрос социологической службы Барна показывает, что 70% из тех, кто считает себя рождёнными свыше, убеждены, что хождение с Богом не является самой важной частью их жизни. Это очень печальная статистика. Однако, она проливает нам свет на то, почему сатане причиняет столько беспокойства небольшая группа людей, посвятивших себя служению Иисусу. Дьявол что-то видит в каждом благочестивом христианине, что-то такое, что является абсолютно губительным для его царства. И это происходит тогда, когда Дитя Божье решает доверяться Господу во всём, приближаться к Нему, несмотря ни на какую боль и трудности. Сатана понимает, что такой христианин будет приводить других к Иисусу как через молитву, так и перенесением больших страданий благодаря своей непоколебимой вере. Когда сатана видит такого рода веру, он знает, что основания ада будут сотрясаться. Поэтому он повелевает своим начальством тьмы оставить свои сторожевые посты возле холодных, безразличных, ищущих удовольствий верующих и искать каждого пылающего сердцем христианина, поступки которого показывают, что он продвигается в направлении полноты Христовой. Возьмите пример с апостола Павла. Когда этот ревностный гонитель церкви получил откровение Христа, он расположил своё сердце к посту и молитве и тут же стал главной мишенью для ярости сатаны. Дьявол не просто боялся того, что Павлова обращение может навредить его работе на земле. Он сильно ревновал о том, что Павлу дано было откровение рая. Дело в том, что Писание говорит нам, что Люцифер был сброшен с небес и изгнан из славы Божьей присутствия. И вот с тех пор дьявол не может выносить даже мысли о том, что кто-нибудь меньший, чем он, может вкусить что-либо из рая. Он страшно завидует любому, который получил благословение созерцать то, что он потерял навечно. Павел пишет «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня». Второе послание Коринфянам, 12 глава, стих 7. Как известно, Бог никогда не выпускает демоническую силу ни на одного из своих слуг. Хотя Иова и удручал сатана, Господь поставил пределы вражьей власти удручать его. Сатана может досаждать нам, но он не в силах уничтожить ничью жизнь. Согласно Павлу, этот пёс ада был допущен в его жизнь для того, чтобы гордость не вошла в его сердце. Дьявол приставил к Павлу этого ангела, чтобы жалить его плоть, доставлять ему физическую и душевную боль. И сатана велел этому бесу делать это непрестанно. «Бей Павла опять и опять, бей его день за днём нещадно, не прекращай ни на миг». Однако зависть ослепила сатану в его действиях против Павла. Всё то, что дьявол использовал, чтобы сломить его дух, шквал физических и душевных страданий, Бог обратил Павлу на пользу. Наверняка силы тьмы сопровождали Савла на его пути в Дамаск. В конце концов, он был образцом служителя сатаны, ревностный, богобоязненный, религиозный лидер, который совершал труд дьявола. Савл шёл, чтобы вязать христиан и возвращать их назад в Иерусалим, где их бросали в тюрьму и подвергали пыткам. Но когда Павел был повержен на землю видением Христа, он тут же пал на лицо своё, вскричав, «Господь Иисус, покажи мне, что я должен делать!» Он отказывался от пищи и сна в течение трёх дней, предавшись всем своим существам созерцанию Господа. Что, как вы думаете, происходило в аду в этот момент? Сотрясалось всё царство дьявола. И я представляю, как Сатана срочно собирает совет, на котором назначает посланника, который будет приставлен к Павлу пожизненно, чтобы иметь возможность пускать в ход всё оружие ада против Савла. Сатана так проинструктировал этого посланника, «Следуй за этим человеком неустанно. В твоём распоряжении весь арсенал ада, твоя единственная миссия разрушить веру Савла». Могу представить, какие муки этот демон доставлял Павлу. Потоки лжи, беспрестанные воспоминания о каждом христианине, которого он мучил, о каждом преступлении, которое он совершил против имени Иисуса. То же Сатана делает и с каждым верующим сегодня, чьё сердце горит огнём ревности по Христу. Он посылает духов тьмы витать над нашими жизнями и нашёптывать нам ложь с одним лишь намерением уничтожить нашу веру. Эти нападки Сатаны являются следствием потери им своей собственной близости с Богом. Это одна причина, почему дьявол постоянно пытается уничтожить Божьих святых. Он хочет лишить их покоя, их близких отношений с Отцом, их надежды на рай с Господом. Короче, всего того, что он потерял, когда был сброшен с небес. Оглянитесь на своё хождение с Богом. Возможно, в какой-то момент вы были теплы и жаждали больше приблизиться к Нему, страстно желая быть Ему полезным, и вы приняли решение перейти на сторону полного посвящения себя Иисусу. Вы вдруг почувствовали такую тягу к молитве, какую никогда раньше не чувствовали, и Божьи интересы стали вашими интересами. Вы попросили Иисуса оживить ваше сердце и злить свой дух на вас, сделать вас ходатаем за других и дать вам его бремена. Говорю вам, в тот самый момент вы попали под прицел ярости сатаны. Вы можете сказать, но этот период был очень недолгим в моей жизни, у меня больше уже нет такого рвения, большую часть времени «Я живу под тучей отчаяния». Это ничего не значит. Даже сейчас ваша вера может шататься и быть близкой к падению. Однако, сатана знает одну истину. Под горой ваших скорбей и тревог ещё теплится искорка огня. И поскольку эти тлеющие угольки есть в вас, они в любой момент могут вновь разгореться в полыхающее пламя. Именно поэтому сатана не оставляет вас в покое. Именно поэтому он вас продолжает огорчать. Он полон решимости не дать ни единого шанса Духу Святому возжечь вновь это пламя в вас. По этой причине Павел предостерегает нас помнить об уловках дьявола, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Второе послание Коринфянам, глава 2, стих 11. Если мы будем игнорировать тактику врага, мы можем дать ему возможность нанести нам ущерб, то есть взять верх над нами. Некоторые христиане считают, что мы не должны даже упоминать его имени, ибо это каким-то образом может дать ему славу. Однако Библия чётко говорит, что если мы научены и знаем его умыслы, то у нас нет причины бояться его. Ведь сказано, что в эти последние дни сатана сойдёт на землю великой ярости, поэтому нам лучше знать его стратегию. Павел пишет, «Сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды». Второе послание Коринфянам, глава 11, стихи 14 по 15. Павел здесь предельно ясно предостерегает нас. Сатана использует нечестивых в качестве посланников своей ярости и зависти. И согласно апостолу, эти люди проникли в церковь. Встречали ли вы когда-нибудь таких людей? Бывали ли вы когда-нибудь мишенью для их ярости, когда они говорили слова, которые ножом резали вашу душу, слова, которые исходили прямо из дьявольских уст? «Вы стали мишенью для их упрёков, потому что ваша вера и ревность являются упрёком для их полумирского образа жизни, наполненного любовью к удовольствиям». Другими словами, их слова есть проявлением бушующей против вас сатанинской зависти. Однако, свет Евангелия разоблачает каждое дело тьмы, открывая Божьему народу все умыслы врага. Благочестивый царь Давид пишет о времени, когда его душа пребывала в унынии. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня, для чего я сету, я хожу от оскорблений врага». Псалом 41, стихи 6 и 10. Когда Давид писал этот псалом, его духовное состояние не было холодным или тёплым. Напротив, по его словам, он душой желал и жаждал к Богу. Смотрите, Псалом 41, стихи 2 по 3. И всё же, именно в это время, сатана послал своих духов смущать и мучить Давида. Они бросали такое колкое обвинение в лицо этого благочестивого мужа. «Ну что, Давид, где же твой Бог?» Это ещё больше разрывалось сердце Давида, заставляя его восклицать. «Слёзы мои были хлебом моим для меня день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» Обратите внимание на то, что сатана не спрашивал его, где Бог. Он спрашивал, где твой Бог? «Где, Давид, твой Бог?» Другими словами, где доказательства Божьей заботы и избавления для тебя? Когда Давид писал это, он был в бегах, преследуемый своим сыном Авесоломом. Он прятался по пещерам и испытывал мучения на всех уровнях — духовном, физическом и душевном. Большая часть Израиля отвергла его, включая некоторых из его самых близких друзей. Глубокая скорбь Давида по этому поводу слышится в его словах, когда он пишет «Говорили мне всякий день». Псалом 41, стих 4. Но кто были те, которые говорили? Иногда сатана находит людей, готовых произнести нам вслух обидные, уничижающие слова. Но большей частью враг использует для этого свои легионы бесов, посылая их на нас, чтобы потрясти нашу веру. Они нашёптывают нам тонкие, но вместе с тем настолько опустошающие на смысле, что они могут исходить только от самого Лукавого. И даже самые благочестивые из верующих, не избавленные от таких вражеских атак. Так было с Давидом, который слышал такие обвинения. «У тебя нет дома? Твоя семья отвергла тебя? У тебя куча проблем везде, куда ни глянь». Давид, как ты можешь утверждать ещё, что ты помазанник Божий? Подобным же образом посланцы сатаны внушают нашему разуму те же самые обвиняющие мысли, заставляя нас вопрошать Господа. «Господь, где же ты в этом кризисе? Почему я пью эту чашу боли и страданий от того, что столько обвинений возводится на меня? И почему ты не слышишь моих молитв? Я кричу к тебе день и ночь, но я не слышу ничего в ответ. Неужели мои слёзы для тебя ничего не значат?» Мы знаем, что Давид ходил всегда в тесном общении с Господом, уповая на его верность. Он был мужем молитвы, призывавшим Господа во всех обстоятельствах его жизни. И Библия говорит, что Бог был с Давидом везде, куда бы тот ни пошёл, во всём, что он ни делал. «Сатана должно быть завидовал этому человеку и тем откровениям, которые он получил с небес, которые нашли отражение в псалмах». Неудивительно, что Сатана послал злого духа, чтобы овладеть Саулом, этим царём-отступником, который как нельзя лучше смог бы выразить ярость ада против Давида. И с того дня, и потом, подозрительно смотрел Саул на Давида. Первая книга «Царство», глава 18, стих 9. Не поймите меня неправильно. Сатане не было дела до способностей Давида как воина или до его артистических талантов или до привлекательности его личности. Ничто из этого само по себе не представляло никакой угрозы для его царства тьмы. Содрогаться ад заставляло другое, нечто особенное, что было в вере Давида в его отношениях с Богом. И именно это сделало Давида мишенью номер один для Сатаны. Этого человека преследовали, над ним насмехались, заставляли страдать по одной только причине. Он ходил в близких отношениях с отцом. То же происходит и сегодня со всяким настоящим искателем Бога. Сатана видит, что Господь с таким верующим и что это Он сам оставлен Богом. И от зависти Он приходит в ярость. И действительно, зависть сатаны по отношению к Давиду видна в приступах ревности, проявлявшихся Саулом. И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом. И стал Саул ещё больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь. И хотел Саул пригвоздить Давида копьём ко стене. Первое царство, главы 18 и 19. Обратите внимание на то, что хотя Саул и негодовал на Давида, он его ещё и боялся и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним. Глава 18, стих 12. Здесь мы ясно видим, что дьявол боится любого праведного, молящегося, уповающего на Господа, верующего мужчину или женщину. Иаков увещевает нас этой истиной, напоминая о важном оружии, которое нам было дано. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Послание Иакова, глава 4, стих 7. Более всего сатана завидует и боится тех, кто постоянно пребывает с Господом в молитве и твёрдо настроен противостоять ему в вере. Сатана боится даже небольшую армию из тех, кто припоясан для борьбы с ним в вере. Он трусит перед теми, кто встаёт на ноги, чтобы оказать ему сопротивление. И поскольку он боится вас, его стратегия нейтрализовать ваш бойцовский дух. Дьявол пытается делать это, стараясь наводнить ваш разум поражающими, отвлекающими адскими мыслями, которые порождают недоверие и сомнение в Божьей силе. Он вопиёт в уши вашего разума и духа. Бороться дальше бесполезно, ты слишком ослаб из-за своих личных проблем. Тебе никогда не быть победителем. Силы ада слишком велики, чтобы тебе их победить. Поэтому тебе лучше просто расслабиться. Тебе не нужно больше так упорно сопротивляться. Возлюбленные — это самый настоящий отвлекающий манёвр. Вся стратегия сатаны заключается в том, чтобы отвлечь вас от победы на кресте. Он хочет сфокусировать ваше внимание на ваших слабостях, ваших грехах, ваших недостатках. И именно поэтому Он накаляет обстановку вокруг ваших настоящих проблем и страданий. Он хочет заставить вас поверить в то, что у вас недостаточно сил, чтобы продолжать бороться. Однако главное здесь не ваша сила, а сила Иисуса. Дело в том, что нам всем придётся бороться до тех пор, пока мы не умрём или пока не вернётся Иисус. Нам могут быть даны периоды затишья, временного спокойствия, но до тех пор, пока мы живём на этой земле, мы вынуждены вести духовную войну. И конца этой войны просто не может быть. Вот почему Павел говорит, что Иисус дал нам оружие, сильное на разрушение твердынь. Нам дано оружие, которому сатана не в силах противостоять, молитва, пост и вера. Некоторые христиане настолько сосредоточились на своей боли или на тяжести испытания, что уже привыкли к нему, срослись с ними. Когда вы встречаете таких верующих, то единственное, о чём они могут говорить, это о своих страданиях. Вы никогда от них не услышите ни слова о победе Христа, одержанной им для них. Да не будет никогда так с Божьим народом. Пора нам уже отлепиться от наших теперешних скорбей. Мы должны перестать смотреть на наши испытания и возвести свой взор на начальника этого сражения. Иисус держит в своих руках ключ ко всем победам. И Он обещал нам, «Я дал вам всё оружие, необходимое для битвы, и Я готов и желаю укрепить вас в моменты слабости». Часто, когда мы говорим, «Я перешёл на сторону посвящения себя Иисусу», это на самом деле означает просто то, что мы начали полностью полагаться на кровную жертву Христа. В 15 главе Бытия Бог заключил славный завет с Авраамом. Он велел патриарху взять телицу и козу и рассечь их пополам. Затем Авраам должен был взять горлицу и голубя и положил их на землю одну часть против другой. Авраам всё сделал так, как велел ему Бог. И когда эти животные лежали, истекая кровью, на трупы начали налетать хищные птицы. Внезапно Авраам почувствовал, как вокруг него стала сгущаться страшная тьма. Что это было за тьма? Это был сатана в панике. Дьявол прослышал о завете, который Бог заключал с Авраамом. Господь обещал произвести от Авраама сильный народ и благословить его семя навечно. Более того, Бог обещал дать во владение Аврааму землю ханаанскую. Именно это последнее обетование и возбудило зависть сатаны. Ханаан был территорией дьявола, землёй идолопоклонников его демонической твердыней на земле. И вот Бог говорит, что семья Авраамова придёт и отнимет эту землю у него. Возлюбленные, когда вы вступаете в завет с Господом, Он говорит вам благие вещи. Он обещает, я буду удерживать тебя от падения и представлять тебя непорочным перед престолом Отца, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Какова же, как вы думаете, реакция сатаны, когда он видит, как всё это происходит в вашей жизни? Сначала он видит, как славные обетования Нового Завета становятся вашими, когда вы посвящаете свою жизнь Иисусу. Это уже вызывает у дьявола приступ злобы и зависти. Затем он видит вашу твёрдую решимость идти до конца с Господом. На это он может реагировать только одним образом. Весь ад впадает в панику. Сатана видит, что вы уповаете исключительно на кровную жертву Иисуса в борьбе со всеми вашими плотскими желаниями и в умершлении их. И он знает, что это означает вызов для всего его царства тьмы. Поэтому он посылает своих хищных птиц, чтобы пожирать вашу жертву. Кто такие эти хищные птицы? Это мысли, рождённые адом и пришедшие к вам, чтобы смущать вас и заставить сомневаться в Христовой верности вам. Достаточно одного молящегося, уповающего христианина, чтобы потрясти сами основания ада. И если этот христианин вы, тогда вы можете чувствовать, как над вами кружатся стаи хищных птиц, чтобы заставить вас дрогнуть. Я знаю много благочестивых верующих, которые в настоящий момент борются с глубоким ощущением неуверенности в себе. Они каждый день борются с ощущением своей бесполезности и никчёмности. Они говорят себе, «Если бы я был настоящим верующим, я бы не испытывал этого постоянного беспокойства. Моё свидетельство не было бы настолько неэффективным, я бы не находился в таком плачевном финансовом положении». Нет. Всё это работа этих хищных птиц, стервятников из ада, которые приходят, чтобы похитить вашу жертву. Бог дал нам духовную стратегию того, как оказывать сопротивление этой зависти и ярости сатаны. Что сделал Авраам, когда налетели эти стервятники? Писание говорит, что Он отогнал их. Подобным же образом Господь показывает и нам, как обращаться с этими зловещими стервятниками. Мы не должны бояться дьявольских атак, потому что нам даны могущественные оружия для сражения. Каждый раз, когда ко мне приходят мысли, побуждающие сомневаться в могуществе Бога, я должен сопоставлять её с тем, что я знаю о моём любящем Господе. Я не могу принимать мысли как истинные, если они просто основаны на том, что я чувствую или ощущаю в тот момент. Они должны быть соизмерены с обетованиями Иисуса, которые Он дал мне в отношении самого Себя и той победы, которую Он одержал для меня. Проще говоря, если приходящие ко мне мысли носят обвиняющий характер, если они возбуждают сомнения и страх или являются осуждающими или приносят ощущение отверженности, я сразу знаю, что они не от Бога. Все мы должны быть готовы к тому, что такие жуткие мысли будут приходить к нам. Даже Господь Иисус не был свободен от прихода таких мыслей от врага во время своего искушения в пустыне. Мне довелось общаться с некоторыми из самых святых служителей Божьих на земле. Так вот, многие из них рассказывали мне, что после многодневных неотступных исканий Господа, после многих дней поста, очищения своего разума и сердца, их посещали и мучили страшные сомнения, причем сомнения даже в самом существовании Бога. Один благочестивый пророк признался мне, недавно я подвергся искушению нечестивыми мыслями. Со мной такое произошло впервые, но Дух Святой укрепил его. Стой твердо в вере. Это не твои мысли, а не от сатаны. Дьявол хочет убедить тебя, что ты такой же нечестивый, как и те мысли, которые он тебе посылает. Он хочет поколебать твою веру. Просто стой в вере и уповай на Господа. Ты не утонешь. ты подвергся нападению, так как ты потряс основание ада. Подобно Аврааму, мой друг отогнал этих стервятников с помощью Божьего слова и веры. Подобным же образом и Иисус противостоял искушениям сатаны в пустыне, и дьявол отошел от него на время. Мы можем быть уверены в том, что Бог сделает то же и для нас, если мы будем стоять в вере, уповая на его обетование. Итак, дорогой святой, когда стервятники налетают на тебя, принося с собой мысли о твоем недостоинстве и шаткости твоего положения, отгоняя их словом Божьим, та жертва, которую Господь расположил твое сердце принести ему, приятно ему, и он примет ее. Аллилуйя! Драгоценные наши друзья, если Бог благословил вас через наше служение, вы имеете возможность благословить других людей, которые будут слушать следующие видео, поддержав финансово служение CLT. Ссылка для пожертвования под видео. Пусть Бог благословит вас по богатству своему. субтитры подогнал «Симон» подогнал «Симон» подогнал «Симон» подогнал «Симон» подогнал «Симон» подогнал «Симон» spill den. Продолжение следует...